Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. Все началось якобы с того, что они отказались платить за свой заказ. Когда охранник сделал замечание, его избили, а повару сломали ногу. На помощь пришли другие охранники. Завязалась перестрелка. В результате двое секьюрити-отеля и двое участников этой драки получили ранения. Кто выстрелил первым, точно неизвестно. По одной из версий это были посетители, они уже задержаны. По информации местных жителей, разборки устроили бойцы правого сектора из Ивана Франковска. В милиции это не подтверждают и не опровергают. Сейчас на всех дорогах Раховского района выставлены усиленные патрули полиции. Узнать на самом ли деле эту потасовку устроили бойцы правого сектора нам, к сожалению, не удалось. С руководством этой организации в Закарпатье нет телефонной связи. Испытание холодом. Поставщики тепла взялись за закаливание жителей кировоградских многоэтажек. У них в квартирах больше 10 градусов не бывает. Чем согреться, когда изо рта в твоем собственном доме идет пар? Узнаем у Елены Брынзы. Микрорайон школьный. Отапливают дома здесь единственная котельная. В прошлом году провели ремонт, вот только теплее людям не стало. В квартирах холодно. В морозы температура едва превышала 10 градусов. Я уже за дом, куда мне деться. Люди не хотят, говорит, не хочу светиться. И за этот холод люди платят, причем исправно. За декабрь Любовь Ивановна за свою трехкомнатную отдала почти 750 гривен. Субсидия покрыла аж 40 гривен. Иначе, как в двух халатах, сапогах и шапке, по квартире не передвигается. Котельная принадлежит предприятию Кировоград Тепло. Я пыталась позвонить в котельную, они не отвечают. Мне кажется, что давление слабое ко всему. Может там где-то и топят. Вот на жаду говорят, что тепло в квартирах. У нас этот район весь холодно. А это общежитие в 101 микрорайоне. Еще в 90-х его передали частные руки вместе с жителями. Предприятие Багран, на балансе которого находится здание, о тепле в помещениях не печется. Еще 10 лет назад произошел порыв. Старые трубы срезали. На этом все и закончилось. Греются здесь как могут. Включают электробатареи. Те же, кто побогаче, ставят кондиционеры. Когда уходишь дому, это все выключаешь. Это страшно оставлять. Когда приходишь домой, здесь такая же температура, получается, трошки теплее, чем на улице. Все это цветет. Но испытывают людей здесь не только холодом. Как оказалось, предприятие продало 4 квартиры. Жильцов в известность, конечно, никто не поставил. В понедельник, 4 января, мы узнали, что наша квартира продана. Мы прожили здесь 16 лет. Вот это все, которые мы знаем, что эти люди тоже проданы. Со своими семьями, со своими детьми. Ихние квартиры тоже проданы. Мы не раз пытались связаться с руководством компании «Вагран». Но как только там узнают, по какому поводу звонок, бросают трубку. Не пускают нашу съемочную группу и дальше проходной предприятия. Люди же просто сбились со счета. Так много обращений они написали. От мэра до президента. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал «Интер», Кировоград. За холод в квартире платить не нужно. Если температура в помещении не превышает 12 градусов, теплокоммунэнерго не вправе требовать деньги по счету. Об этом в программе «10 минут с премьер-министром» заявил Арсений Яценюк. Глава Кабмина также рассказал, если в доме не теплее 18 градусов, следует сообщить в ЖЭК или теплокоммунэнерго. За каждый градус ниже нормы, счет должен быть уменьшен на 5%. И запросить невідкладную комиссию, для того, чтобы они склали акт. Когда вы будете с ними разговаривать по телефону, обязательно запитайте в них номер заявки, яка зареєстрована, как ваш телефонный звонок. Далее. Протягом 72 годин такая комиссия должна негайно прибыть, заактувати температуру. Праздники закончились, и вместе с ними электричество. Крым снова перешел на жесткий режим экономии. Верные отключения продолжаются. Мало того, из-за постоянных аварий населенные пункты оказываются в полной темноте. Кто остался без света сегодня, расскажет Юлия Крючкова. Она в Симферополе. Об ослаблении режима экономии речь даже не идет. Более того, его продлили до мая, пока не будет запущена очередная ветка энергомоста с Кубани. На свет с территории материковой Украины здесь никто не надеется. Под Новый год срок контракта на поставку электроэнергии истек. Новый не подписан. Крыму не хватает около 35% электроэнергии, поэтому веерные отключения продолжаются. Но многие населенные пункты без света сидят не только из-за экономии. Сегодня вышла из строя одна из лэб Симферопольского района. В итоге 9 сел погрузились во тьму. И такие аварии происходят постоянно. Например, в Севастополе на днях вышли из строя сразу 8 дизель-генераторов. Починили только половину. С каждым днем все меньше освещают городские улицы. Снова ставят световые столбы. Запрещена наружная реклама. Что касается предприятий, то электроэнергии им тоже не хватает. График подачи будет устанавливать Крымэнерго. Кому-то свет будет давать ночью, кому-то днем, когда в жилых домах снижается энергопотребление. Режим ЧАЭС ввели на полуострове 22 ноября. С тех пор промышленный сектор так и не возобновил работу в полном объеме. Ежедневно растут убытки. Сейчас их оценивают более чем 12 миллионов долларов. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности. Телеканал Интер. Крым. Очереди на границе Украины со Словакией. Понадобится больше 8 часов, чтобы пересечь этот кордон. Почему ситуация так осложнилась в последние два дня, расскажет Марина Коваль. Возле пункта пропуска Ужгород очередь. Здесь выстроилось более 150 машин. Люди ждут, чтобы пересечь украинско-словацкую границу. В основном это жители Закарпатия, которые после праздников возвращаются на работу в Европу. Многие возмущаются, стоять в очереди приходится по 5-7 часов. В очереди и те, кто ездит на нерастаможенных машинах. Такие авто с иностранной регистрацией могут находиться на территории Украины не более 5 дней. Потом водитель обязан пересечь границу. Еще одна причина, по которой на границе скопилось так много автореконструкции – пункта пропуска. Из-за ремонта количество рядов для пропуска машин сократилось. Украинские пограничники говорят, работают в усиленном режиме, а вот словацкие коллеги каждую машину досматривают не менее 15 минут. Словацкая сторона работает согласно своих нормативных документов. Мы работаем согласно своих нормативных документов. Мы можем работать и быстрее. Продлиться такое столпотворение недолго, говорят пограничники. Уже завтра очереди уменьшатся, а полностью исчезнут с окончанием рождественских праздников. Марина Ковадью, Риковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. Пулеметы, гранатометы и даже 120-мм минометы, которые запрещены Минскими соглашениями, боевики пустили вход под Коминтерного. Сегодня они наносили удары по позициям украинской морской пехоты. Все подробности узнаем у Станислава Кухарчука. Да, Григорьевич, миномет есть, понял. По дороге на позиции морпех с позывным «Монгол» получает информацию о готовящемся обстреле боевиков. Средь бела дня противник решил применить 120-мм минометы. Кто сливает информацию о том, что, допустим, три раза ударили минометом? Командование их и сливает. Там в основном люди, которые приехали повоевать, повоевать за деньги. Поэтому им все равно, как они эти деньги получат. На позициях бойцы в ожидании возможного обстрела. Накануне нашего приезда по их соседям работал пулемет и гранатомет. Еще месяц назад тут не было ни блокпостов, ни окопов. Морпехи заняли эту позицию после того, как боевики зашли в Коминтерного. Отсюда до противника всего километр. Окапывались вручную технику, противник мог просто сжечь. Команда есть, все сделали. Это наша безопасность, во-первых. И хотим сделать так, чтобы все отсюда вышли живы, здоровы. Ждать обстрела долго не пришлось. Буквально через 15 минут после нашего приезда боевики открыли огонь из пулемета. Уже после этого боевики ударили по левому флангу нашей обороны. Вслед за пулеметом заработал и миномет, о котором предупредили морпехов. Мирные жители на этот ад, похоже, перестали обращать внимание. Виктор вывозит из Коминтерного дачный скарб. На окраине оккупированного поселка его машину проверяли боевики. Удивляется, узнав, что был обстрел. Я только приехал два часа назад и уезжаю. Что я могу бояться? Тихо, спокойно. Военные такому поведению местных не удивлены. Говорят, люди просто боятся расправы боевиков. Обстрелы и провокации на мариупольском направлении почти каждый день. Есть приказ командирам на местах в случае прямой угрозы жизни и здоровью военнослужащим открывать ответный огонь. Никто не будет ждать, когда возникнет критическая ситуация. Сегодня боевики били из самого Коминтерного, где живут люди. Поэтому ответный огонь морпехи не открывали. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Обмотанный валютой пограничники на КП Зайцева задержали гражданина Украины, который пытался проехать на оккупированный Донбасс, а под верхней одеждой перевозил 10 тысяч евро, 5 тысяч долларов и 50 тысяч российских рублей. Это не первый подобный случай. Два дня назад на другом контрольном пункте Маренко задержали двоих мужчин, которые также направлялись в Донецк, прихватив с собой миллион российских рублей и 345 тысяч гривен. Без российских товаров сегодняшнего дня вступил в силу запрет на импорт российской продукции в Украину. Это зеркальные меры в ответ на ограничения России, которые вступили в силу 1 января. Среди запрещенных мясо, птица, рыба, молочные продукты, сыры, шоколад, конфеты, детское питание, хлебобулочные изделия, кофе, чай, водка, пиво и сигареты, а также товары тяжелой промышленности, локомотивы и оборудование для железных дорог. Согласно постановлению Кабмина, санкции против российского импорта продлятся до 5 августа текущего года. А вот Германия требует ввести санкции против Польши. По данным издания Шпигель, с такой инициативой выступил глава фракции блока ХДС Фолькер Каудер. Он возмущен принятым Варшавой законом о СМИ и называет его нарушением европейских ценностей. Также призывает ЕС наказать за это поляков. В ответ Польша уже вызвала на ковер в МИД посла Германии. Напомню, 7 января польский президент подписал скандальный закон о контроле над медиа. Согласно документу, назначать и увольнять руководителей госрадио и телевидения будет министр финансов, а не надсовет, как это было раньше. Закон в ЕС осудили, а Еврокомиссия решила созвать по этому поводу политические дебаты. Пройдут они 13 января. Паника в аэропорту Стокгольма. Из терминала вылета эвакуировали всех пассажиров. Причиной стал подозрительный предмет. Позднее местные СМИ сообщили, что в сумке пожилой женщины нашли следы взрывчатого вещества. Сама пассажирка утверждает, что понятия не имеет, откуда оно там взялось. В результате из-за этого происшествия было задержано три рейса. Годовщина трагедии Шарли Эбдо. И если год назад горожане, держа в руках таблички Жусли Шарли, вышли на улицы, не договариваясь, без организаторов, то сегодня на площади почти пусто. Почему парижане вспоминают жертв теракта дома, расскажет София Гордиенко. Год назад расправа братьев Куаши с карикатуристами Шарли Эбдо так потрясла свободолюбивых французов, что они просто не могли сдерживать эмоции. Люди выходили на улицы, несли свечи и цветы к местам трагедии. И главное, к монументу республики. Символу свободы, равенства и братства. И для этого им не нужны были разрешения и приглашения властей. Год спустя на той же площади почти пусто. Даже у дуба, высаженного в память о погибших, всего несколько скромных цветов. Несмотря на установленные огромные экраны и армейский хор, французы предпочли остаться дома. Мэр города, социалистка Анна Идальга, пытается оправдать сограждан. Мол, еще не вечер. После обеда я приглашаю всех желающих присоединиться ко мне. Мы подсветим статую республики. Все, кто хотят, еще могут зажечь свечи. Премьер и президент во время торжеств не проронили ни слова. И хоть граждане сегодня к ним не присоединились, это вовсе не означает, что они забыли о трагедии. Тираж Шарли Эбдо, выпущенный к годовщине убийства, превысил миллион экземпляров и был раскуплен в считанные дни. К тому же события последних дней не располагают к массовым собраниям. До сих пор не установлены причины, побудившие тунисца средь бела дня напасть на полицейский участок на Монмартре. Как стало известно, он числился беженцев в одном из спецлагерей Германии. Этим объясняется и немецкая сим-карта в его телефоне, и СМС на немецком языке. Журналисты Тунисского радио разыскали на родине предполагаемых родителей погибшего. Почему они убили моего сына? Он там был для паспорта, он ничего плохого не сделал. Они его убили и бросили. Франция убила моего сына. Он не принадлежал ни к каким организациям. За пару дней до этого он звонил, и мы выслали ему бумаги. Я требую правосудия. О каком паспорте идет речь, и почему в полицейский участок на Монмартре пришел вооруженный ножом человек, который числится среди соискателей статуса беженца в Германии, загадка. Полицейские Германии провели обыск в его квартире. Что нашли, пока неизвестно. София Гордиенко, подробности, телеканал Интер. Резко обострилась ситуация на юго-востоке Турции. Как минимум 32 курда убиты во время противостояния с турецкой армией. Бои проходят возле Джезре. Это город на границе Турции, Сирии и Ираком. За ситуацией там следит наш военный корреспондент Вениамин Трубачев. Город Джезре фактически сейчас в окружении. Там находятся вооруженные активисты запрещенной рабочей партии Курдистана. Со всех сторон их обстреливают танки и бронемашины турецкой армии. Периодически военные заезжают и в жилые кварталы и пытаются выбить курдов. Но сделать это не так просто. Они постоянно меняют позиции. Боевые действия идут и в горах вблизи города. Периодически слышны выстрелы и взрывы. Но определить на слух какое именно оружие сейчас используется довольно проблематично. Периодически в небе появляются и военные турецкие вертолеты. Но они не стреляют. Вероятно проводят разведку и уже по их координатам открывают огонь. Только за последнее время в результате боев погибли двое турецких военных. С другой стороны убиты 32 курда. Накануне состоялись похороны. Прощались с молодым парнем. Мы были под обстрелом где-то две минуты. Я видел, как его ранило. Он лежал. Мы пытались помочь ему, но было поздно. В Джизри живет более 100 тысяч человек. Многим пришлось покинуть свои дома. Детей и стариков из зоны боевых действий вывозят в каретах скорых. Некоторые идут пешком. Стреляли по нашему дому. Мы перебегали из одной комнаты в другую. Было очень страшно. Теперь решили уехать. Турция впервые с 2013 года применила силу против курдов. До этого был мораторий на военные действия в отношении повстанцев. Власти заявляют, что борются с террористами. Венеимин Трубачев и Владлен Ноль. Подробности телеканал Интер. Джизри. Турция. Двое украинских военных погибли в зоне АТО за минувшие сутки. Один из них спас от обстрела мирных жителей. В последний путь героя провожал и Геннадий Вивденко. Больница Дзержинска. Бойцы рассказывают обстоятельства гибели своего товарища. В поселке Зайцево, он под украинским контролем, внезапно возникла вражеская ДРГ. Под огонь попала машина с мирными жителями. Одна из пассажирок была ранена. Бойцы вытащили всех. И тут на дороге появилось второе гражданское авто. Наш Барни, наш боец, уже рискуя своей жизнью, выбежал из укрытия, для того, чтобы подать знак руками, чтобы тот автомобиль не ехал, остановился. И в этом время его настигла уже пуля снайпера. Александр Леницкий, позывной Барни, был бойцом полка спецназначения МВД «Миротворец». Прошел всю войну. Те, кто его знал, отмечают исключительный юмор Барни, добродушие и безграничную смелость. В Дзержинске с ним прощается боевой 17-й мотопехотный батальон. Бойцы вспоминают, как он чуть ли не в одиночку отбивал вражеский блокпост под Дзержинском, прикрывал товарищей при отходе из Оловайска. На таких людях, как он, делается история. На таких, как он, в плечах мы приносим победу. Почтить память героя прибыл глава области и руководитель нацполиции региона. Последний не скрывает слез. Бойцы надеются, что Ильницкий будет представлен к высшей государственной награде. У самого Александра во Львове осталась жена и 7-летняя дочь. Геннадий Вивденко, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей. Командос. Израильская армия создает специальную отдельную бригаду. Кто войдет в эти отряды и кто станет целью нового подразделения, расскажет Сергей Ауслендер. На экране один за другим меняются сценарии боя. Город, лес, поле. Мишени, изображающие вражеских солдат, то движутся, то замирают, то бегут, стреляют в ответ. Это электронный тир, обучающий солдат, как правильно вести огонь. Технология новейшая, которая позволяет экономить время и патроны. А главное научить бойцов, как правильно реагировать, перестать бояться выстрелов и не стрелять по своим. Данная система дает нам возможность стрелять по движущимся мишеням, которые находятся в какой-то конкретной местности, будь то город, будь то полевые какие-то условия. Теперь электронный тир обязателен при подготовке подразделений спецназа. В Израиле каждая из них предназначена для выполнения своих особых задач. Например, Маглан для действий в глубоком тылу противника. Его бойцы охотились за иракскими ракетами «Скат» во время войны в заливе. Или Эгас, который боролся с террористами Хизбаллы в Ливане. Каждый отряд был приписан к определенной пехотной бригаде. Израильская военная доктрина больше полувека строилась, исходя из того факта, что однажды придется воевать против многочисленных армий арабских стран. Собственно, так и получилось в 1973-м во время войны судного дня. Поэтому еврейское государство имело самые мощные на Ближнем Востоке военно-воздушные и бронетанковые войска. Но за последние 10 лет ситуация в регионе изменилась настолько, что доктрину пришлось срочно переписывать, отвечая на, казалось бы, риторические вопросы. С кем, когда и как придется воевать? Сейчас главным противником становятся террористы. Новая бригада спецназа, куда войдут 4 отряда, будет заниматься антипартизанской борьбой. Главная цель армии на ближайшие десятилетия. Это маленькие или меньшие по размеру банды террористические. Против таких банд танковые, бронетанковые корпуса или соединения не имеет смысла держать. Нужен хороший спецназ, который может предотвратить диверсии со стороны Хизбаллы, Хамаса, исламского государства. Отряды команды, с которым предстоит воевать с таким противником, будут куда эффективнее. Танков и самолетов, тем более, что у террористов нет уязвимой инфраструктуры. Их бесполезно бомбить и обстреливать, а нужно искать и уничтожать. Этим и займется новая бригада израильской армии. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер. Израиль. Ответ на бреющей высоте. Как США отреагировали на испытания водородной бомбы, которая якобы провела Северная Корея? И что станет следующим шагом Вашингтона? Расскажет наш собственный корреспондент в американской столице Тихон Зитко. Сперва обеспокоенные заявления и заседания Совета Безопасности ООН. И вот спустя 4 дня военный ответ, пусть и символический. Американский стратегический бомбардировщик Б-52 пролетел над Южной Кореей. И в Пентагоне однозначно дают понятие. Это связано с северокорейскими испытаниями водородной бомбы. Это демонстрация силы. Самолет сопровождения американского и южнокорейского истребителей стартовал с острова Гуам и пролетел на бреющем полете над корейской авиабазой Асан. Она всего в 100 километрах от границы с КНДР. Соединенные Штаты остаются неизменными в своей приверженности к защите Южной Кореи и к поддержанию стабильности на корейском полуострове, включая расширенное сдерживание нашими обычными силами и ядерным зонтом. Сообщение Пентагона о полете бомбардировщика появилось почти одновременно с тем, как Северная Корея решила официально разъяснить обстоятельства своего испытания водородной бомбы. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что это акт самозащиты от США. Впрочем, его показали только на фото. Ну а заявление зачитывали дикторы новостей. Испытания водородной бомбы КНДР – это мера самозащиты, направленная на надежную оборону мира на корейском полуострове и региональной безопасности от угрозы ядерной войны, которая может быть спровоцирована ведомыми США империалистами. В Хиньяне заявляют, подобные испытания являются законным правом Северной Кореи. С этим, впрочем, никто в мире не согласен. А США разрабатывают новый ответ. Они могут направить к берегам Южной Кореи авианосец Рональд Рейган. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности – Американское бюро телеканала Интер. В Крым едет Пьер Ришар. В феврале французский актер сыграет в спектакле «Пьер Ричард III» в Симферополе и Севастополе. Об этом сообщают многочисленные афиши. Билеты уже продают. Самые дешевые в билетаже стоят 1500 рублей, самые дорогие – 4000. Это около 1600 гривен. Организаторы уверяют, что в Симферополь Ришар прилетит из Москвы, где и начнется его гастрольный тур. Правда, на официальном сайте актера о визите на полуостров пока нет никаких упоминаний. Ну а в Лос-Анджелесе сегодня зовут обладателей «Золотого глобуса» 2016 года. Эту кинонаграду считают своеобразной репетицией Оскара. В этом году на «Глобус» претендуют такие картины, как «Марсианин», «Безумный Макс», «Кэрол» и биографическая драма «Стив Джобс». Среди тех, кто борется за звание лучшего сценариста – Квентин Тарантино, а за лучшую драматическую мужскую роль – Леонардо Ди Каприо. Главным ведущей церемонии станет комик Рикки Джервейс. Помогать ему будут Мел Гибсон и Оливия Уайлд. Впрочем, дефицита звезд на сегодняшней красной дорожке не предвидится. А вот у другой голливудской звезды Шона Пена могут возникнуть проблемы. Благодаря ему поймали мексиканского наркобарона Коротышку. Но вот что теперь ему за это будет, об этом и не только в нашем обзоре. Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман, он же Коротышка, пойман благодаря Шону Пену. Голливудский актер тайно записал с наркодельцом интервью, в котором тот поведал о своей преступной деятельности. Благодаря этой встрече власти Мексики отследили Коротышку. Теперь актер под следствием, а наркобарон за решеткой. Мексика уже начала процесс экстрадиции преступников США. Ему грозит несколько сотен лет тюрьмы за поставки наркотиков. Особняк основателя Плейбой выставят на продажу. Компания надеется получить за него около 200 миллионов долларов. Дом Хьюхефнера в Лос-Анджелесе построен в начале 20 века. Именно здесь проходили большинство вечеринок Плейбой. На территории три зоопарка, водопад, бассейн, теннисный корт и баскетбольная площадка. Одно из условий продажи – Хефнер останется в доме до смерти. Рекордный джекпот сорван в Великобритании. 95,5 миллионов долларов разделили между собой двое игроков. Им удалось угадать шесть номеров. Имена счастливчиков держат в секрете в целях безопасности. Рекордный для страны приз разыгрывается и в американской лотерее. 900 миллионов долларов, пока не нашли своего владельца. Повторный розыгрыш состоится 13 января. Сумма возрастет до 1 миллиарда 300 миллионов. А сотни японцев искупались в ледяной ванне. В Токио прошел традиционный ритуал – очищение души и тела. В одних набедренных повязках участники действа, помолившись, нырнули в бассейн. А самые отважные еще и обняли ледяную глыбу. Японцы верят, что таким образом очищают душу и тело, а также привлекают к себе удачу в новом году. Крещенный Папой в Ватикане понтифик лично окрестил 13 девочек и 13 мальчиков. Один раз в год на празднование католического крещения Папа Римский сам проводит обряд. Счастливчиком может стать любой ребенок из Рима. Место состоялось в знаменитой Сикстинской капелле. Именно здесь проходят выборы понтифика. Библейские персонажи, калятки и праздничная процессия. Цари и ангелы на улицах Каменец-Подольского. Там открылся самый большой в Украине вертеп. Давайте посмотрим, как все было. Цари, наездники, библейские герои. Полтысячи жителей Каменец-Подольского прошли по центральным улицам города. Калидует прославляет рождение маленького Христа. По пути останавливается к шествию и примыкают новые участники. Валентина Бойко с дочерью сегодня придворные дамы. Яркие накидки и короны сделали заранее. Выучили калятки. Мы целый год готовимся, как это может быть, как этот поход может проходить, сценки. Готуются, все дети. Конечный пункт в процессе – католический храм Святого Сердца Иисуса. На площади в 900 квадратных метров развернут рождественский вертеп. На сцене актеры показывают отрывок из Библии. Цари с Востока несут дары младенцу. Хрисус, родимся! Славим мы его! Пока взрослые слушают молитву, дети играют с животными тут. Овцы, ослики и кролики. Они очень хорошие, мы не зверятки. Каждый раз у нас сближается какая-то фигурка. Наш настоятель всегда покупает какую-то фигурку. Святая – это не только гуляние из-за стиля, а что-то большее. Рождественский вертеп – один из крупнейших в Украине – простоит в Каменец-Подольском целый месяц. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности – телеканал «Интер» Хмельницкая область. Наш сайт – подробности «Юэй» и информация о том обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова